Ну что ж, всем привет! Последний тур в моем дуэльном турнире. Я постараюсь все-таки набрать 4 очка из 7 возможных, чтобы больше 50% было. Ну и вообще итоги турнира будут в конце этого видео. То есть вы посмотрите турнирную таблицу, кто на каких местах закончил. Ну, я в этой игре играю за ацтеков против Польши, за которую играет человек под ником Берцерк. Берзерк. То есть не через S, а через Z у него. Карта Высокогорья, Highlands. Она похожа на Перестрелку. Ну, собственно, такая же, как Перестрелка. Единственное отличие в том, что тут будет много холмов и гор. В всяком случае, их должно быть столько. Вот. Я специально постарался оставить интересные нации посильнее. Вот тут ацтеки и Польша. Видите, у моего соперника Польша. А я себе взял ацтеков. У меня там выбор был... Блин, я уже сейчас не помню. К сожалению, еще у меня был выбор. Потому что мы вот выбирали, тут минут 20 прошло, и я уже не помню, что там было. Так, ну вот. Мы видим, у меня тут джунгли, холмы. И сразу это озерцом, что очень неплохо для моего уникального здания. Ну, поехали. Так, слушайте, я, по-моему, по джунглям и лесу имею еще двойное передвижение. То есть соперник мой либо справа... Ага, слева. Он слева уже точно. Слева точно. Так что мы, наверное, лучше влево пойдем. А ставить город я собираюсь прямо здесь. Я очень хорошо появился, так что... Так, не понял, а почему я один лично? Чувак вообще оффлайн оказался. Ладно, останавливаю запись. И еще раз начали игру. Как видите, в этот раз место похуже у меня, конечно. Но вот это озеро очень неплохо будет для... Блин, ну производство как-то... Зато Петра, возможно. Ну такая. Хиленькая Петра. Да, с производством, конечно, на такой карте под названием Высокогорье, где должно быть много холмов и гор, в моем месте именно холмов и нет. Что печально. Знаете, что я все равно... Блин, не знаю. Сомнения у меня. Вот давайте зайдем в хелп и почитаем по поводу здания. 15% еды просто так, и каждый обрабатываемый... Озеро... Квадрат будет плюс 2 еды давать. Город должен быть построен на реке или на озере. Так. Ну тут культура от... То есть я к тому, что я хочу отойти вот сюда к горе. Вот тут я хочу, наверное, город поставить. Потому что я все равно вот до всего этого дотянусь. До всех этих свинюшечек маленьких моих. Синочка. Свин... Свинух Петя, наверное, тут как всегда. Потом на тракторе будет сваливать из Ацтеки. Взять пантеон на... на лагеря и отъедаться. Не будь я Ацтек. Ладно, ставлю. И буду я, пожалуй, строить ягуаров, а не скаутов. Хотя скауты на 3 быстрее. Знаете что, давайте скауты. На такой карте важнее исследовать. Ну, кони, я думаю, вот тут будут. Так что... Да, у меня ягуары бегают по лесам и джунглям, не теряя ход. Видимо, у него тоже не особое место, раз он пошел куда-то ходить. Но у меня тоже не особое. Прямо скажем. По сравнению с тем стартом, который был до этого, да? Там вообще... Эх... Мечта. Тут вот... Тут печаль, а не мечта. Ну, как бы... Знаете, когда город будет вот расти, вот в следующих радиусах уже более-менее. Уже более-менее. Но пока... Так, напоминаю, что у нас тут руин нету. Запрещено взять... Брать всякие пантеоны плюс 4 от чудес природы. Пантеон на пустыню. Нельзя брать религию на золото. Да, он, по идее, должен быть слева. Ну, вот еще место неплохое для ацтека. Ну, вот теперь можно ягуара после этого скаута. Да, нормально я сюда встал. Еще холм будет. Хорошо. Мне нравится, что я подвинулся. Так, давайте посмотрим по... Так, у него больше... У него, значит, на три еды. Производство то же самое. Золото... Так, у него просто рядом есть три еды. Типа вот как бизон. Да. Пока выглядит так, что лучше играть через традицию. Потому что вряд ли через такие горы мы друг друга как-нибудь... Про... Ну, вот, к сожалению, видите, у меня нету только плюс две еды, и все. Хотя бы этих оленей как-то достать. Но пока не могу. Ну, как я говорил, лошади здесь. Я прям уже провидец. Знаю, где и что. Так, где какое-нибудь чудо бы найти. Так, и мне нужны сначала святилища, а потом охота. А затем плавучие сады. Вот так. Да, интересная карта, конечно, но вряд ли мы тут будем... А, вот я случайно встретил поляка. Абсолютно. Да, вот тут надо будет город ставить. Вот тут очень важное стратегическое место. Сейчас обстреливать меня будет. Интересно, откуда он пришел сюда. Он же шел, по-моему, два или три хода. Так, где еще ГГшки нам найти? Ну, где же вы ГГшки, ГГшки, ГГшки? Где-то так вот поставить город, чтобы по минимуму его мог поляк обстреливать. О, вернулся дуболом. Ну, я не буду его там мешать. Надо, в первую очередь, нам главное исследовать местность. Так, давайте думать. Вот если я вот сюда поставлю город, то он только с двух сторон, с двух мест сможет обстреливаться, и он практически не берется. А если вот сюда? Сюда, нет, тут плохо. Вот на этот холм. К сожалению, не на горе. Блин, так может и не ставить тогда. А что он за мной бегает? Странно, я же больше силы у него имею. У меня аж плюс 33. Ну, ладно. Хочет меня атаковать, пускай атакует. Не будем мешать человеку. Так. Вот так пошел. Да, и без шифтов мы играем. Ну, ладно, я тоже туда пойду. Светилища. Светилища. Пойдем на помощь моему ягуару. Да, тут такие закоулки, конечно. Светилища. О, скаут. Ну что, сюда побежит? Куда-то? Да. Ну что, главное, я ни одного ГГ не нашел. Самое, что интересно. Да, там у него получше места. Все-таки. Но он куда-то шел. Он один ход потратил на движение. И у него все еще, кстати, город... А, он уже вырос до трех. Да, отлично. Так, ну мы тут достроим... ...светилище и примемся за сетлера. А то он хорошо сюда пришел. Вверх куда-то побежал. Будем надеяться, что там нет прохода. Ну что, хоть один ГГ рядом со... А что тут? Тут гора. Отлично. А так на карте не показывается. О! Вот это я люблю. Блин, мне что-то так в лом сюда город ставить. Может, пускай он пытается меня захватить. У меня-то как-то столица вроде и защищенно стоит. Ага, у него там есть какой-то проход. Ладно. Да, пойдем по традиции. Мне кажется, эта карта... Ну, очень я сомневаюсь, что меня тут можно будет продавить, если что. Ну, очень у меня большие сомнения. Так, 10, 9. Давай, иди сюда. Иди сюда. Я сюда прыгну и... Отлично. Сейчас мы его с двух сторон будем... И тут какая-то гора. Слушайте, что за глюки на карте? Ну, тут хорошее место. Соль. Кайлас. Так, тут еще надо, конечно, подумать, куда ставить, но... Место неплохое. У-у-у. У-у-у. Ну, блин. У нас по правилам Турнира Если ты находишь Эльдорадо То ты должен 500 золота потратить на ГГ Чтобы хоть какой-то баланс был Понимаете, да? Отлично Отлично Ну, вон где надо будет город ставить, конечно Так, тут постоим Не хочу я, чтобы варвар И сначала я тут город поставлю Рядом с Кайласом Так что, вот пока я не найду ГГ У меня не может быть денег меньше 500 Отлично По-моему, это будет легкая игра Так, еда От лагерей Да, надо вот тут встать И не пущать А поставим город Так, знаете, что надо тут исследовать Куда город поставить Но тут рядом с Эльдорадо Есть куда город поставить Еще раз напоминаю Я не могу сейчас ничего купить За эти 500 золота Я их могу только на ГГ потратить Все 500 сразу Где у нас ГГ Непонятно Потому что я как-то так уже, ну, нормально Карту открыл В принципе-то Блин, варвара Не в тему тут идет, конечно Ну, наверное, прямо на соль поставлю город Честно говоря Че-то чувак вообще со мной не общается Ну, че-то он построил Так, ну, он, наверное, пошел По воле пока До бесплатного, да До бесплатного посела Где-нибудь тут, наверное, будет Блин, мне, наверное, стоит Второй город сюда все-таки везти Блин Какая подстава Зачем я на две клетки походил Ну, что я за дебил Ну, ё-моё Ну, почему тут Ай А вот надо, где вот этот Стоит фарвар Сюда и ставить город Да, убил Отлично Просто замечательно Вот сюда ставим Он не берется Только с двух сторон атакуется Но плюс у нас будет Эльдорадо использоваться Он около горы На реке Рядом озера Зашибись Все очень хорошо Ну, блин Почему Блин, я еще Ой, я еще житель умер Ну, что я за дебил Ё-моё Нет слов Просто нет слов Так Не буду опускаться Ну, нельзя меньше Пятисот опускаться Да, тут бананчики будут Все очень правильно Я ставлю А где ж у нас ГГшечки хоть какие-то Так, открыл Все, что нужно Открыл Так, давайте-ка Вырубку леса А теперь Не могу пока Крупить Эльдорадо Должен потратить Деньги Прокачиваем Скаута Как я Вот Как я Так Бездарно Играю Отлично 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 Давайте Мне Скаута Еще убьем А нахрена Он мне нужен А вообще Он мне не нужен Два юнита С варварами Потерял Просто так Как мне защищать Этих Непонятно Уже У Польши Больше армия Но он еще Второй город Не поставил Производство 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 А, вот сейчас Появится Как у меня там Умер, блин Этот Бред Просто Просто бред Да, ну Отлично Эта культура Конечно Чем Чем Ацтеки Классные Конечно Это вот этим Набором Культуры Прям Душа Радуется Так Тут еще Можно дерево Вырубить Отлично Сейчас мы его И вырубим Этим Пойдем Сюда Чтобы Можно Спокойно Было Третий Город Поставить Так Что там У поляка Что-то Он не торопится С городом Куда-то Сюда Его будут Ставить Может Я не знаю Но он Эльдорадо Не видел Он сейчас Следующим ходом У меня Присоединится Да После этого Седлера Я Вовсю Ягуара Буду Строить Как Хотите Мне Мне Там Собственно Больше Ничего И не Надо Если Я Еще Жителей Сей Не Убил Так Сейчас Вырастет На культуру Сразу Пускай Прыгает Отлич Отличненько Так Так А тут Надо бы Шесть 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 Так Все равно Шесть Нет Оставим Тут Пока Вот Вот Как Ну Тео Тихуакан Тяжело Будет Взять О Я Еще Он Не Успел Купить Хотя Я Уже Столько Раз Проигрывал Тут Так Железо Железо Есть Давайте Поставлю Прямо На соль Пожалуй Прямо На соль Бухну Зря Тут Амбар Истрою Пока Пока Так Сюда Встал Так, тут бы не забыть переключиться. Нет, быстрее невозможно. А что я так вообще на этом держу? Вот было бы больше золота. Может так в обход сейчас пойдет, но я думаю к тому моменту у нас у меня там будут уже ягуары. Так, давайте смотреть. Ну, пока он только принял для бесплатного посела. Город у него один, может он сюда куда-то хочет? Нет, мне надо будет ягуаром сюда бежать, смотреть. Потому что по идее, вот если бы я играл за Польшу, я бы тут где-то ставил город. Так, сначала переключаем еду. Бежим. Так. Так. И так. Отлично. Теперь бежим. Он мне предлагает тут или тут поставить, но я поставлю на соль. все-таки подальше. А тут гора у нас просто, если вы не помните. Тут гора. КАХААААААА THAT СТРАНИВИИ И КАХТ АДТОР and СУК ФТак Типа пытался шифтом Типа, ну, не совсем на последней секунде прыгнул Я не знаю, зачем он прыгнул Он же тут уже был, он уже видел в основном Все Зачем так самоубийственно Терять юниты А я могу храм Артемиды построить, если что? Могу Может мне его и построить Медколуками взять этот Краков Потому что Краков-то берется без проблем В отличие от Тео Тихуакана Блин, да Судя по тому, что тут варвары гуляют Они ему не дадут Там поставить Город Блин, где какие-нибудь ГГ Я думаю, хватит все равно на принятие Даже если сейчас город поставлю Или подождать все-таки Знаете, что подожду Чтобы Несчастья не было Блин, еще два хода Было ж написано и так два хода Что-то мне это все непонятно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, у меня что-то соль Почему я такой рассеянный, а? То есть я бы ставил город вообще без проблем Я не влияло бы это на счастье Ёлки-палки Так Девяносто Не могу я купить пока Кайлас Уходи в пылесы Сч Chili так здесь все таки все таки амбарчик так что у нас с армией я первый убиваю не городом а ягуаром что первых он прокачивается во вторых он лечится при убийстве эти плюс 25 минус 20 было при ударе но плюс 25 стало после после убийства ухты серьезно тут отлично у меня город сам расползается туда куда надо так еда 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 здесь все таки после ягуарчика давайте амбар построим постоим где гг хоть какое-нибудь кому мне деньги отдавать но наконец-то надеюсь они не убьют меня тут ну что а вот третий город так ну я не могу особо выбирать я мог выбирать если бы я много гг встретил но я единственное встретил и собственно я ей отдаю так неплохо и или вырастим на этом вырастем побыстрее они так надо сматываться отсюда ну может нету для сутки город поставить? Надо подумать. Не, пошел волю закрывать. Что-то мы в нижней половине карты, а все города-государства видимо верхняя, я так понимаю. Зачем я купил? Вот зачем я сейчас потратил деньги на... А, он плюс 2 счастья дает. Ну тогда ладно. Тогда лады. Так. Потом плавучие сады построим. И, и, и. Давайте висячие. Так, тут внизу я вроде все исследовал. Пойдемте прорываться на территорию поляка и гадить ему там. Давайте храм Артемиды попробуем. Давайте храм Артемиды. Очень мне тут неплохо храм Артемиды зайдет. Так. Полечимся пока. О, лучник стоит. Надо сначала построить амбар, а потом переключиться на Кайлас. Ну, плюс 2 счастья и так дается за то, что он на моей территории. Блин. Надо бы, конечно, 4-й город ставить здесь. Только подумать сначала где. Ну, я так смотрю, не особо армию строит мой соперник. Да, надо храм Артемиды сейчас строить и Меткалуков. Меткалуков. Блин, Ватикан долбанный. Тварина такая, а. Смотрите, что сделал. Так. вот тут точно. Он одни, что ли? Ну, он зря, кстати. Так. Тоже в классическую эру вошел. И куда? 62, 81, 82. Тоже, тоже в Меткалуке. Так. Производство, производство. Ну, пускай там на производстве будет. Пойдемте у Ватикана тогда тырить рабочего, раз он так со мной поступает. Да, нужен тут город все-таки. Или сначала Краков захватить, а потом вот тут город поставить. Тут тоже он очень сложно берется. Вот тут. Ну, и куда рабочий делся? И куда он пошел? Нормально вообще. Так. Закрыли традицию на 55 ходу. Нормальненько. Ну, вообще, наверное, можно спокойно идти, потому что вряд ли будут какие-то варвары вот в этом месте. блин, так может построить посело тогда вот в этом городе. А в этом Меткалуков. 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 Rutger. Компания. Тcil. Трицы. Конкуisin. Даже без библиотек. Да, я понимаю, что медленней храм Артемиды, но зато в два раза быстрее город вырастет. Так, и убираем джунгли. Тут производство важнее. Или нет? Или давайте сначала обработаем лошадей. Так, через два хода вот на Кайлас и поставим. Где у него стоит? У него тут, наверное, стоит, да? Я же могу отсюда атаковать. У меня все еще три города. Это он зря. Да, он моего этого не видит, потому что тут холм и лес. Так, что если у него тут лучник находится, он моего вот этого не видит. Так, что у нас тут с поселом? Один с ходов. Нормально. Нормально. Вот, блин, метка луки. Придется отойти. Не поставил тут фокус на веру. Так бы мне уже привалило. Слушайте, а он никакого пантеона так и не взял, да? С 1997 года Двагис выпускает одноименный электронный справочник с картой городов. Кстати, это компания из Новосибирска, кто и не знал. Двагис знает народные места. Хитровку в Москве, Пять углов в Санкт-Петербурге, Тещин язык в Новосибирске или Домино в Екатеринбурге. А в некоторых городах есть даже специальные слои. Цены бизнес-ланчей, точки доступа к Wi-Fi и многое другое. Важное качество сервиса – актуальность и полнота данных. Справочники обновляются постоянно, а недавно вышел полностью переработанный мобильный Двагис для всех платформ. Заходите на двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте. Субтитры создавал DimaTorzok Открыл письменность, поляк. Открыл письменность, поляк. Продолжение следует... Так, надо делать производство. Надо делать производство. Неужто на тело Тихуакан пошел? А я там сижу. Да не, не возьмет. Продолжение следует... Так, у него уже армия больше, но он клепает метколуков, которых я тоже сейчас буду клепать. Так, поправил немного. Так, надо контролировать все-таки место. Я пусть как бы он там город не поставил. Вот, идет сюда лучником. 56, 58. 58. 58. 58. 58. 59. 59. 60. 60. 63. 64. 63. 64. 33. С этого он убьет, к сожалению. Я думал, я не убью за один удар, а оказалось, убил. Да, так бы он вылечился. Так, у него пошел минус. Может мне открыть мечников и оставшихся ягуаров хоть как-то попробовать проапгрейдить, они очень классные будут тогда. Неужто не убивает? Да ну, да ну. Это ж классно. Я правда, наверное, только двух смогу проапгрейдить, да. Давайте посмотрим, каких вот этот, вот этот. Да, вот этих двух. Ух. Надо отводить. Ой. Опять подстава. Ой. 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 Мне кажется, поляку надо было уже честь брать. О, я сейчас чихну, кажись. Так, давайте-ка мы это железо на столицу перекинем. Надо тут вставить город. мне кажется уже поляк ведет сюда поселенца какого-то золотой век во время а Ну, эгуар, Витя, сильнее, чем… А, ну просто он в лесу стоит, поэтому я его лучше буду атаковать. Мне вот тут поставить метколуков три штучки и уже все окей. Так, пойдемте посмотрим, что там у нас. Ну, как всегда, играю, очень много ошибок, конечно. Сам на все это смотрю, поражаюсь. Так, это хорошо. Хорошо. И сейчас посила поведем. Угу. Так, давайте все-таки думать, куда город ставить. Краков я не могу пока взять. Или могу. Он почему-то не расселяется, он пошел через волю, но тремя городами, то есть у него уже должно штук пять быть. То есть у меня сейчас будет больше городов через традицию, чем у него через волю, что, конечно, странно. Так, подождем, сейчас апнемся в мечники и пойдем выкуривать. А это будут мечники, которые бегают по лесам. Это я вам скажу, такие отмороженные напрочь мечники. Я с такими мечниками бы не хотел встретиться в лесу. В общем, я уже скопил, двоих я смогу апнуть. Пятьдесят пять они должны стоить, если мне не изменяет память. Стоим, два ходика подождем. Ой, прибежал своим метколуком обстреливать моего ягуарчика. Так, честь возьмем. Честь моя, моя лишь честь. Вот откуда они постоянно тут ко мне ходят и отсюда. Так, тлотеролька вырос. Да, пантеон мне очень в тему тут, конечно. Так, давайте подумаем. Ну, наверное, на этот холм ставить. Тут, конечно, город хорошо атакуется, но этот город у меня не в плане не для развития, а для того, чтобы зажать краков с двух сторон и чтобы мой соперник опасался, ну, то есть распылял силы. Так, пятьдесят пять. Да, мне надо побольше золотишка здесь нету больше. Здесь нету, а тут все и так на золоте стоит. Если я сейчас построю лук, то у меня закончится золото. Знаете что, давайте повременим, построим рынок. Я хочу, чтобы у меня пятьдесят пять золота было. Я апнул в мечников всех, кого я хочу и... Моя... Моя... А, мое... Продолжение следует... Так, 52. Давайте-ка подставим под выстрелы одного из наших ягуаров. Да. Так. Есть дорога. Так. 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 Так, четыре Теутихуакана, отлично Вот тут стену так это точно Вот тут стену так Зря он мечника Обстреливает Ну, Краков на холме Со стенами тяжеловато будет Тяжеловато А, уже у меня минус Уже нечем Апать Жаль Минус А что там, кто-то перестал шлить другом? Криптаун перестал другом быть Понятно Ну и где, кстати, мой пророк? Криптаун перестал шлить другом быть Криптаун перестал шлить другом быть Так Надо сюда прорваться А у меня лошади открыты? Не открыты Не, ну я не очень понимаю Почему он тремя... Тремя городами он по-любому проиграет Через волю Ну Так, а я все Свои Люксы обработал Да, вроде все Тремя городами он по-любому проиграет Генерал у него тут появился Зашибись Вот так свезло То есть генерал появляется в том городе, в котором Был построен тот юнит Генерал появляется в том городе, в котором был построен тот юнит, который произвел Блин, не успел Сижу вам рассказываю, не успел убрать В котором был построен тот юнит, который произвел либо выстрел, либо атаку, которая привела к заполнению шкалы генерала очков генерала Нельзя принимать религиозное комьюнити в данном случае Ну, тоже по правилам турнира, так что я в пагоды Не пойму, зачем он Это он очень как-то странно просто, по моему мнению, просрал генерала И не умрет 33, то есть сейчас я, если я успею, конечно, разграбить Ну, видимо, надо отойти все-таки от Зачем человек отдал генерала, или он взял с честью... Не, ну все равно... Ему... Хм, блин... Не знаю... У меня нету никаких предположений, зачем он так сделал То есть он пытается защититься, конечно, но... В данном случае генерал-то лучше Библиотека Что он возьмет? Неужто в арбалеты? Ну, блин Или... Какогоenne Библиотека Блэх Коп Субтитры сделал DimaTorzok Так, а нафига я тут строю ягуаров, кто бы не сказал Да не мог он в арбалеты уже выйти Так, производство, производство Добавил субтитры DimaTorzok Оракул, неужели честь все-таки принял? Сейчас еще пока не понятно Добавил субтитры DimaTorzok Ну, плохо поляк воюет просто, вот и все Так, конечно, по-хорошему мне не надо было в традицию идти Что-то генерала не отдал Не надо было мне идти в традицию Тоже надо было в честь, я бы тут намного все быстрее Так, я это сделал Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, что у нас тут? Добавил субтитры DimaTorzok Это что тут за варвары? Добавил субтитры DimaTorzok Вообще, тяжеловато атакуется Краков, не знаю, что я реш... Ну, я знаю, что я решил Если бы он вот тут поставил его, все было бы намного хуже Но так как он его поставил там, где поставил То Краков атакуется легче Да, взял еще одного генерала Ну, мне, видите, надо не давать ему занимать эти клетки просто И все будет хорошо Давайте-ка я лошадей открою Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Почему он тут выше не ставил города? Не, в общем, с такими правилами играть через традицию Это идиотизм Я зря сейчас за ацтеков играю через традицию Потому что нельзя взять верование на плюс золото Нельзя на производство Вот то, что именно дает большое количество населения Вот бонусы, да, то нельзя брать Именно поэтому, собственно, в данном случае традиция как-то не в тему По-хорошему Счастья у меня нету Время строить Ну, сейчас мы поставим на пагоды, кстати Время строить Время строить Стадионы у меня нету Блин, он лить полечиться мог Ягуара проспал Да А он мог полечиться Время строить Время строить Время строить Так Так Этот умрет Метка лук Я говорю Поляк плохо воюет А я, типа, хорошо воюю, да Тоже Тоже как Тоже как Так Так Лук Тоже так Тоже так Метка лук Ягу Счастья Тоже так Метка лук Порядка лук Железно Ну, Краков берется, я думаю, сдастся поляк, но играю я плохо, рассеянность внимания, ну, зато я вижу, где мои ошибки и вам об этом рассказываю. Тоже ж интересно на ошибках учиться чему-нибудь. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, может, сейчас возьму? Нет, вряд ли. 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 Бесполезно. Тут метка лук стоит. А, он, блин, может теперь сюда поставить крепость. Крепость. Отлично. Я это дело проспал. Ну, больше надо было не пытаться город захватывать, а сюда метка луком спускаться и всё. Что я сейчас и сделаю, кстати. Кого он мне ещё убил? А, это варвар? Давай, выпивай. Ну? Ну? А, отлично. Ну, надеюсь, уже следующим ходом я краков возьму. Да. Фух. Ну, просто соперник слабоват. Вот, если бы против меня играл человек через волю, конечно, он бы меня вывез тут. Я не знаю, почему я решил. Вот даже, если логически рассуждать, да. У... Что у меня упало? У ацтеков бонус на еду. Вот так бери волю и совмещай это всё. Ну, правильно. Хм. Получается. То есть у меня тут были... Не понял. У него тут что были... Построена... Водная мельница? Очень странно. Водная мельница? не. Не знаю. Мы обаиваем. Водная мельница, чтобы где-то... Ни, дому? Не будет сдаваться? И у него два города 6-6 Ну не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Как всегда Вот теперь Краков хрен возьмешь Может мне его не сжигать Раз уж такое дело Ну я всегда его сжечь могу, правильно? О, кстати, надо апнуть Я что, календарь не открыл? Прикольно Добавил субтитры DimaTorzok Вот и генерала нету Я думаю Поляку пора сдаваться Ой, зачем я этим походил Так, стены Добавил субтитры DimaTorzok 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 Зачем я через традицию играл? Не знаю Вот сейчас опять думаю Вот по логике Что мне может тут дать традиция? Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ой, зачем? Добавил субтитры DimaTorzok Ну, видите, я просто его армию тут расстреливаю под Краковом Причем он Краков сжечь не может Потому что это его город Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Он может его с удовольствием изжёг, но не может. А я ему армию тут потихоньку коцую. Ну что, отдать этого меткалука? Всё бесполезен. Бесполезен в том плане, что не могу его использовать. Сейчас я сюда попытаюсь мечников всунуть. Они его будут обстреливать. Ну, скорее всего, убьют. А, так я сюда точно мечника, эту крепость... Ну, он сейчас, наверное, Краков отобьёт. Это я на будущее. Мне главное тут крепость поставить и всё. И всё. 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 Продолжение следует... 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 бог гад украл у меня землю ну меняйся но он походил или что непонятно ну и 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 Лочь, лочь, лочь Ту-ту-ру-ту-ту-ту Лочь, лочь, лочь Кони в яблоках А я маленький ниже стремени Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, коньяга Ну... Вполне он может раньше меня выйти в арбалеты Но все равно я их буду лучше производить Чем он Так что тут особо... Нету смысла... О... Блин Жаль А я думал, смогу разграбить Не увидел, что тут холм просто Но ничего, зато он потратил на обстреливание И этого не хватит, к сожалению Коняшки этой Дорога тут есть Это хорошо Так, давайте опять отправим На прогулку К поляку В закрома Дорога Убилт 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 Чтоб Время не тянуть Убилт 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, все-таки даже на такой холмистой карте, видите, и вроде как не особо близко мы были, но война, война, война. Только война, поэтому надо играть через волю, чтобы было производство. Но ошибка поляка здесь в том, что он только три города поставил почему-то. Вот у меня горло засохло, видите, я так... Он вполне мог меня продавить производством. То есть ему надо было вот тут город ставить. То есть вот эти два города у него были бы атакующими. Тут у него есть место, где города ставить. Не знаю, как там еще сзади, но судя по всему, что-то еще есть. Здесь традиции, вот с такими правилами турнира, играть вообще не имеет смысла. Вот на контактной карте, на контактной. На полушариях каких-нибудь, может быть, еще прошло бы, потому что там нельзя сразу атаковать. А вот на таких картах, конечно... Блин. А, тут дороги нету. Ясно. 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 Финиш, Сворцмен. Ну, лоди побыстрее должна браться. У него тут нету. Стены. Варвары ему железо разграбили. Не хочет он сдаваться. Придется до конца колупать. Надо рабочего удалить. Первым делом. Да, видите, соображается. Первым делом обстреливает... Тут холмы, что ли? Блин. Обстреливает на... болоте. Юнит. Блин, три юнита тут, лоди. Ай, сейчас начинается это мутатень. Захват. Ну, ладно, у меня через девять ходов арбалеты. Посты. Блин. Продолжение следует... 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 Да, очень большое у меня желание взять столицу Мне больше нечем же по жизни заняться Ну же и так понятно, что победа за мной Зачем зря время тратить Зачем зря время тратить Стрелял Некуда отправить караваны Жаль Да, ну я выиграл только потому, что соперник слабее Вот и все Он не очень понимает, как играть через волю, как воевать То так-то, конечно… Как-то, конечно, я плохо сыграл тут Генерал, генерал, он меня выбирал Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, этот город я точно сжигаю. Он вообще без надобности. Все, мы написали, что у нас есть Он не тянул время хода Ну, наконец-то уговорил Все, спасибо, что досмотрели до конца Опять не лучшая моя дуэль Ну, я на самом деле хотел посмотреть На этой карте Highlands Тоже, как традиция, будет идти Если будет много производства вокруг Но получилось так, что у меня Производства немного, на самом деле Место-то хреноватое, по-хорошему Много джунглей Не очень много холмов, хотя они должны быть Ну, видите, что тут горы, горы Холмы, да И просто повезло, что Соперник откровенно играет хуже Вот и все И он неправильно играл через волю Три города через волю Как он может, блин Продавить меня, если у него даже Производства, по-моему, никогда не было Ну, там наравне было, да Но, блин, за волю у тебя, наоборот, должно быть Выше производства Вот и все На этом все Вы слышали Лешу Халецкого Мой турнир закончился Я, правда, пока он не закончился Но я в этом видео вам сейчас вот Покажу финальную таблицу Игра пока закончилась Я просто еще не знаю результатов Всех остальных игр Так что пока не прощаюсь Сейчас будет таблица Вы видите финальную таблицу турнира Полностью, как все, игра Вот так вот выглядят таблицы В швейцарской системе Написано По турам, с кем играет человек Сколько очков получает И вот итог Победителем турнира стал Ремус С которым я играл в третьем туре Если помните, я за Рим, он за Германию Можете найти это видео и посмотреть Второе место занял Китсал И третье место Биохазард Причем Китсал и Ремус в итоге набрали Одинаковое количество очков И на первое место вышел Ремус Только вот по показателю Коэффициента Бухгольца В личной встрече, кстати, Ремус Китсала выиграл Ну, как видите, у меня не написано место Потому что, как я считаю, что организаторы Не должен участвовать в распределении мест Я только влиял на игроков, которые со мной играли Конечно, там на очки Но, в принципе, так я бы занял что-то девятое, по-моему, да Четыре очка в итоге Но меня нету в итоговом списке Потому что я этот турнир организовывал Не самый лучший, конечно, турнир Но объясняется все это просто Малым количеством игровой практики у меня Я имею в виду, что не очень удачный турнир для меня получился Так-то турнир удачно прошел Все, вот видите, нескольких человек дисквалифицировал я Они из группы были удалены Потому что не являлись на игры Где-то пропадали Было такое А так, в основном, все очень хорошо себя показали Было много интересных игр Борьба до конца И, собственно, после этого начался сразу следующий турнир Видео, которое я вам тоже покажу Тут я уже натренировался Поэтому надеюсь, что в следующем турнире я буду играть лучше Опять же, в моей группе дуэльный турнир Так, что еще вам сказать по поводу Вот была еще статистика За какие нации чаще всего играли И на удивление чаще всего Вот смотрите, играли за Америку За США То есть чаще всего ее выбирали И играли за нее К сожалению, я еще, кстати, хотел Сделать статистику Сколько раз за эти нации выигрывали и проигрывали Но времени не хватило этим всем заниматься На втором месте, видите, по выборам Майя И на третьем Германия Также очень недалеко Австрия, Византия Вот в Византии, мне кажется, удивительно Почему так популярно среди игроков было И Карфаген А, еще Рим Ну и совсем ни разу не выбирали Францию, Швецию, Шашонов, Монголов Монгол, Испанию, Гунов, Венецию, Оссирию и Арабов Ну вот, давайте я вам еще раз покажу таблицу Можете ее рассмотреть Я же на этом заканчиваю Свой Это видео Еще раз напоминаю, что на этом Дуэльный марафон не заканчивается Продолжается Будут дальше еще дуэльные видео Со следующего турнира И вы слышали Лешу Халецкого Пользуйтесь 2GIS И играйте в умные игры Продолжение следует...